Эпидемиологи бьют тревогу. Количество зараженных ВИЧ-инфекцией в Твери и Тверской области достигло наивысочайших отметок. И это не пустые слова. По данным Федерального центра СПИДа, еще в 2014 году Тверская область занимала одну из лидирующих позиций по количеству ВИЧ-инфицированных. В 2016-м цифры только растут. Сегодня в Тверском регионе более 7,5 тысяч человек с диагнозом ВИЧ. И это только официальная статистика. Главный врач Тверского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Ноздреватых заявляет, в Тверской области эпидемия ВИЧ. Уже официально озвучено, что эпидемия генерализованного типа. То есть мы обследуем беременных женщин, когда они просто встают на учет по беременности. И вот среди беременных женщин количество ВИЧ-инфицированных уже больше 1%. Это говорит о том, что эпидемия вышла в широкие слои населения, поэтому эпидемия генерализована. В отличие от предыдущих лет, когда мы говорили, что она концентрирована в уязвимой группе населения. Сейчас это уже фактически вся популяция. Сегодня заболевают люди не только о социальной категории, но и те, кто ведет нормальный образ жизни. Чаще всего ВИЧ передается половым путем. Зараженный человек, говорят врачи, долгие годы может не знать, что он инфицирован. Это одно из коварств ВИЧ-инфекции. Она относится к медленным инфекциям. То есть она не моментально убивает, как, например, вирус гриппок, а медленно. Это десятилетиями, но исход неизбежен. Это смерть, потому что разрушается иммунная система. Человек становится восприимчивым к разным заболеваниям. Это и онкологические заболевания, и вирусные, и любые бактериальные заболевания. В конце концов умирает. Продолжительность жизни человека после инфицирования составляет в среднем 10 лет. В конечной стадии развития ВИЧ-инфекции становится СПИД. Ни от него, ни от ВИЧ на сегодняшний день действенной вакцины в мире не существует. Но есть препараты, поддерживающие терапии. Они продлевают жизнь пациента и улучшают ее качество. Если человек обратился рано, и мы видим, что он нуждается в терапии, мы назначаем эту терапию. Называется это высокоактивная антиретровирусная терапия, которая действует на вирус иммунодефицита человека таким образом, что он не размножается. К сожалению, мы его не уничтожаем, не полностью, не удаляем из организма. Мы его только не даем ему возможность размножаться. Одним из эффективных противодействий распространению ВИЧ-инфекции мог бы стать тест на ВИЧ при обязательной диспансеризации. Но Минздрав не включил его в программу. Поэтому тест до сих пор носит только добровольный характер. Чтобы его пройти, необходимо просто прийти в поликлинику по месту жительства и сдать кровь. Результаты анализа, как правило, пациенту известны уже через несколько дней. Расходные тест-системы у нас, расходные материалы есть, тест-системы есть, оборудование есть. Было бы только желание у человека. Причем делается это все абсолютно бесплатно. Только прийти, сдать кровь и все. ВИЧ – это инфекция, которая сегодня может коснуться каждого. Чтобы не допустить ее в свою жизнь, нужно совсем немного. Думать и заботиться о своем здоровье. Анастасия Зацепина, Михаил Волков, Виталий Осипов, РЕН-ТВ Пилот.